Этот слайд, наверное, уже не имеет никакого смысла, потому что конференция все-таки заканчивается. Я всех поздравляю, что все дожили до пяти часов вечера. Последний доклад, во всем случае, в этой сессии. Суббота, пять часов вечера, это просто невероятно. Окей, самая преданная, значит, аудитория или просто те, кому уже просто некуда идти, да? Ну хорошо, еще можем смеяться, значит, не все спят. Всем здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я представляю лабораторию Касперского. В лаборатории Касперского я представляю команды продуктовой безопасности. Мы непосредственно курируем все вопросы, связанные с безопасной разработкой. И та тема, которую сегодня рассмотрим в докладе, это ровно как раз работа с секьюрити-чемпионами со стороны команды обсека или со стороны команды руководства разработки. Народу осталось мало, шансов много. У меня есть два небольших сувенирчика. Если вдруг найдутся, наконец, вопросы, я понимаю, у вас остался 10 человек. Окей. Немножечко про SDLC, DFC COPS, роли, что такое вообще секьюрити-чемпионы, инструменты и vulnerability менеджменты. Стандартная схема, что такое SDLC, этапы и все такое. Если вы здесь не просто погреться пришли, то, в принципе, вот это, наверное, знаете. Что такое роли вообще и какие они могут быть в командах разработки, зачем, почему? Ну, команда разработки, как правило, состоит из человека, который определяет, а что за фичи будут и сколько они стоят. Человека, который определяет, как нарезать задачи и отвечает за сроки выполнения этих задач, project manager. Архитекторы, разработчики, тестировщики. И вот отдельная роль – это секьюрити-чемпионы. Когда у вас в разработке одна-две команды, как правило, вот эту роль выполняет вот та команда application security, которая запускает SAST и вот это вот все. Вот, но если их много, вот эта роль позволяет горизонтально масштабировать безопасность по командам разработки. И это именно роль, и самое важное, этот человек находится внутри разработки, внутри команды разработки. Он отвечает за безопасность. Если какие-то вопросы к безопасности будут, придут к нему сначала, ну, понятное дело, сначала придут к обсекам, да, как вы такое допустили годы, а потом спросят у команды, у команды спросят в первую очередь у чемпиона. И он знает, что происходит внутри команды, какие фичи мы пилим, как мы их пилим, зачем мы их пилим. И, собственно говоря, через него проходит вопрос, связанный с безопасностью этих фичей, в первую очередь. И еще раз, вот мудрый дядька говорит, ребята, security champion – это роль, это не человек. Не нужно говорить, что Вася, ты security champion. Вася свои security championские обязанности может даже делегировать. Вот такой вот есть лайфхак. Насколько может и насколько как бы готов тот, кому это делегирует, это отдельный вопрос. Но главное, нужно запомнить, это не конкретный сотрудник. Так, еще раз повторюсь, security champion – это человек внутри команды. Именно этим достигается погружение, и именно за счет этого происходит скалирование безопасности по многим командам, потому что в противном случае обсеки должны вникнуть в каждый из проектов и понимать, что в них происходит. Для того, чтобы понимать, насколько это безопасно. В принципе, security champion в security непосредственно может быть частично вовлечен, а все остальное время он занимается, ну, по большому счету, там, фичами, багами, чем угодно. Команда разработки может иметь несколько чемпионов. Например, в каких-то командах делегируются вещи по secure code review на несколько человек. Это, в принципе, функция security champion, можно говорить, там, junior security champion в команде. У нас, например, есть команды, где скилловые прям security champion созвали себе банду, и прям мы приходим, прям даже отдыхаем, там, когда они челленджат друг друга security вопросами. Каждый по своей, правда, области, но это вот интересно. Ну, то есть мы их пытаемся организовать, а они еще и сами организовали небольшую баночку. Вот. Ну, то есть человек наиболее продвинутой безопасности, очевидно, да, и наиболее мотивированный в улучшении. Сразу скажу, вот всем критериям найти человека, как бы удовлетворяющего в команде разработки, почти невозможно, поэтому где-то плюс-минус. Окей, за что он может отвечать, за что он непосредственно отвечает, за что он, во что он вовлечен, какие процессы, где, зачем, почему. Ну, смотрите, основное, что security champion вообще в обязательном порядке должен делать, это моделирование угроз и понимание поверхности атаки своего продукта, своего куска кода, своего модуля. Понятное дело, обучение. В обучении он может участвовать непосредственно, может обосредованно, но, тем не менее, как бы вот красненьким я это дело обвел. Вовлечен в ревью поверхности атаки в конечном итоге, да, то есть ты вдруг, извини, но ты отвечаешь, если вдруг каким-то образом у вас появился новый порт, который не был задекларирован ранее, ты должен был это знать. Да, final security review там же. Ну и, соответственно, консультирует команды, ну и вовлекается в эти процессы, статический анализ. Если что-то пошло не так, ну, первая линия, короче, безопасности, это security champion. Фазин тестирования. В код-ревью непосредственно уже сказал, да, контейнер security здесь, потому что он четко понимает, чего нужно, чего не нужно, да, иной раз это не всегда очевидно, когда начинают говорить, что вот это нужно, а тут не нужно. Те компоненты, из которых состоит ваш продукт, композиционный анализ, ну и понятное дело, что где хранить секреты, как их хранить и вот это вот все. Опять же, в первую очередь, когда мы проверяем ответы команд, мы идем к security champion. Моделирование угроз. Плюс-минус стандартный как бы слайд. В моделировании угроз непосредственно security champion принимает участие, потому что он знает всю архитектуру своего модуля или продукта. Здесь немножко как бы нашей концепции, но вот, например, схемка заблюренная одного из продуктов. Но вообще рекомендации гуру приблизительно такие, я думаю, уже успели прочитать. И что делать, собственно говоря, с рисками. Снова вот этот вот дядька, который пальчиком тычет и говорит следующее. Чтобы найти чемпионов вообще у вас в команде, первое, с чего начинается, это аппрув старшего менеджмента. Без этого можете разбиться головой об стену, ничего не получится. Потому что можете майнить, можете говорить, что это правильно, но пока не будет ресурсов, ничего не полетит. Ну, на самом деле, и в DLC то же самое вообще. Но в частности security champion это ресурсы, при том это ресурсы достаточно скилловые с точки зрения как архитектуры, так и безопасности вообще. А как его еще можно найти? Может, ребята из application security нам все его возьмут и дадут? Прямо вот у них там пачками, наверное, они лежат на палочках. Вам какого, зеленого или красного? Да, хорошо, давайте белого выдадим. Нет, такого не будет. Единственное, чем может команда безопасности и eBay или еще чего-то помочь, это поучаствовать в собеседовании и понять, насколько человек релевантен с точки зрения безопасности. Помочь – да, непосредственно предоставить – нет. Или в противном случае мы возвращаемся снова в ситуацию, когда обсек становится… Эти чемпионы растут в обсеке. И это, собственно говоря, противоречит концепции скалирования, развития безопасности по командам горизонтально. Это будет развитие этой практики вертикально, то есть в обсековом коллективе. Может, найдем на рынке, купим? В конечном итоге – да, наверное, если повезет, но подготовленным вы вряд ли купите, потому что секрет-чемпион в том-то его и прелесть – это в том, что он знает, что происходит внутри команды с точки зрения безопасности и всего остального. Да, погружение в тему, ну, там, шесть месяцев – это, мне кажется, очень даже позитивно, если так произойдет. Ну, что делать? Ну, вы, наверное, уже поняли, что я веду к тому, что надо вырастить своих. Надо брать, пробовать в командах разработки, искать соответствующих людей, их учить. Ну, вот об этом сейчас мы немножко поговорим. Каков процесс? Ну, нет, тем лид берет наиболее подходящего сотрудника. Учим, смотрим, выделяем время на безопасность непосредственно. То есть это как бы нормально, что человек тупо сидит, читает, или человек тупо сидит, думает. Думает над безопасностью, что-то рисует. Мотивация. Ну, у каждого своя. Сейчас будет слайдик отдельно, про что мог бы рассказать. Ну, и, соответственно, вот эта штука, короче, тоже хорошо мотивирует людей. Это челленджовые задачи по безопасности, когда ты понимаешь, что никто, кроме меня, это не родит. Вот и все. Вот. Со стороны классического eBay или там обсека, это попробовать нащупать, это действительно чемпион или, ну, вот просто как бы назначили и не попали. Ну, и, соответственно, как бы обмен знаниями, опросники, все, чем можно команде помочь в этом вопросе. Основные мотивационные моменты, они, на самом деле, не сильно отличаются от девелоперских, но немножечко есть. Это реальное повышение безопасности проекта не потому, что сказали, например, блин, надо это сделать, потому что, я не знаю, там, сертификация или какой-нибудь там нам сказали, это надо сделать, и непонятно почему. Почему, да? Когда человек видит, что он прокопал тему, сделал, сказал, даже вопреки тому, что мы, например, тех долг сократили вопреки выпуск фичи, вот это вот хорошо мотивирует людей. Обратная ситуация, кстати, очень сильно демотивирует. Он работал, 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 и все, коту под хвост в стол ушло. Плохо. Такого допускать очень нежелательно. Возможность улучшить тяжелый с точки зрения функционал по безопасности. Самообучение, обучение в сторону безопасности, когда это уже поперло, человеку начинает нравиться. Безопасность не для галочки. Ну, уже, по-моему, раскрыл. Челленджовые задачи, престиж. Ну, компенсации здесь прям вот вопрос. Здесь в основном как бы на опыте и на интересных задачах. Ну, и, соответственно, право на ошибку. Право на ошибку должно быть у всех, но это не должно быть, понятное дело, системой. Это должны быть исключения. В общем и целом, вот все ошибки должны, ну, на архитектурном уровне, тем более, должны разбираться очень пристально под лупой. Что можно сделать, когда их становится несколько? Обучение, обмен знаниями, информацией, обмен security багами. То есть вот в одной команде произошло. Ребят, подумайте, а есть ли у вас такая же штука? И чем это можно сделать? Вот, ребята, типовая митигация. Посмотрите, натяните. Тесты и все такое. Security общее обучение. И обмен инструментарием, опытом. У нас периодически как бы происходят встречи, скажем так, клуба по интересам, по безопасности. Ну, и если выходить уже за пределами компании, то это может быть апстриминг тулинга, обмен знаниями и все, что с этим связано. Ну, и, собственно говоря, да, это тоже. Это мой последний слайд. Предлагаю пойти правильно меняться знаниями, потому что все-таки шесть часов. Всем спасибо. Вы пережили по хэдэйс. А, меня можно оценить, да. Но уже поздно. Вопросы? Отлично. Слушайте. Два, три, четыре. И, черт возьми, как классно. Да, здравствуйте, спасибо большое за ваш доклад. Я хотел задать, у меня несколько вопросов. Первый вопрос, на каком уровне вы бы советовали форсировать историю с секьюрити-чемпионом? Второй вопрос, где секьюрити-чемпионом? Сразу уточню, что значит, на каком уровне? Я имею в виду, с кем согласовывать, что вот нам это нужно. И, ну, не каждый тем лид, разработчик, разработчик таков. Вот. Второй вопрос, связанный с тем, что делать, если с архитектурой знакомы не каждый, потому что команда делится на фич команды. Ну, вот, в принципе, вот эти вот два вопроса. Окей. Еще здесь, и третий вопрос, да, он связан с тем, где бы вы не советовали, например, интегрировать такой подход к секьюрити-чемпионам? Да, я понял. Начну с первого вопроса. Согласовывать нужно в обязательном порядке со старшим менеджментом. Люди, которые понимают, сколько стоит бизнес, сколько стоит продукт конкретный. И вообще весь из DLC и секьюрити-чемпионства в частности, это вопрос именно к ним. В их уши нужно заносить эту информацию для принятия решения. В противном случае на более низком уровне будет сопротивление. Вы чуть вправо-влево уйдете, и все, и там уже как бы ничего нет. Да, это как бы плохо. Второй вопрос. С какого размера? Ну, смотрите, если в компании уже есть какой-то… Ну, как правило, да, там есть IT, есть какой-нибудь ИБ, есть разработка, да. Как только образовывается из ИБ, из IT или из разработки образовывается апсек, скорее всего, он образовывается на каком-то проекте, который там является корневым. А дальше, когда у вас возникает много команд, вот это можно уже как бы масштабировать. Когда начинаются межкомандные взаимодействия, начинаются межкомандные барьеры, и вот это все… Неправильно понял вопрос, да? Хочет уточнить, молодой человек. Нет, вопрос заключался в том, что есть тем лид, который знаком, в принципе, с архитектурой, и есть разработчики, которые делятся по фичам команды. Вы сказали, что нужно выбрать секьюрити-чемпиона. А что, если человек из фичи команды незнакомый с архитектурой? А, я понял. Я понял. Ну, ты сейчас ответил на этот вопрос. Есть тех лид, который знает архитектуру, и больше никто. Он секьюрити-чемпион. Вот в чем дело. Старший менеджмент сказал, в каждой команде должен быть секьюрити-чемпион. Кого назначит тех лид? Нет, Вася, ты секьюрити-чемпион? Он такой, блин, да я не знаю вообще ничего, о чем ты мне говоришь. Я только вот чуть-чуть маленький код пилю. Нет, это ответственность пока на тем лиде. Пока не вырастет человек до уровня понимания архитектуры и правильной ее постановки. Вот это секьюр-бай-дизайн и все остальное. Тех лид несет на себе, на своих плечах ответственность и сам является секьюрити-чемпионом. Это странный ответ, но да, это так. Здесь должны быть правильные ролевые модели выстроены. В этом случае там обсек или вот кто-то, кто в конечном итоге говорит, как безопасность должна быть построена, они говорят, ребят, команда. А кто в команде, пускай и сами определяют. Если он тех лид настолько как бы не хочет себе создавать дополнительных людей и выращивать, пускай сам на себе тащит. У него все-таки 24 часа в сутках и никуда он не денется. Спасибо за доклад. Короче, в общем, я хотел бы, вот меня немножко перейдили с вопросом. Дело в том, кто за это отвечает. Вот я приведу пример, просто я немножко мысленно брошу. Вот, допустим, финтех, да. И там 10 продуктовых команд, допустим, да. И вот продать эту идею, что вот в каждую команду нужен человек, который будет вот этот вот секьюрити-чемпион, это вот весьма, ну, сложно. Это должно реально идти вот прям с руководства, с руководства. Опять же, для этого, чтобы оно пошло, это надо продать. Вот, опять же, если, ну, руководство, то есть иначе это просто не заведется. Поэтому это очень сложно. А второй… Именно старшая руководственная, что должно это запровить, да. Вот, и тогда как бы тогда несложно будет хворачивать. Сейчас будет вопрос, а как это обосновать, да? Сейчас, я еще не все, нет. Это я имею в виду, да, сейчас еще немножко наброшу, вот. А второй, вот здесь интересная такая штука, называется… Ну, во-первых, проблема в чем будет? Значит, если есть продуктовая команда, они всегда пилят продукты. Вот эти выделять время надо и так далее. С другой стороны, если у вас там 10 продуктовых команд, каждая будет делать по-разному. Это тоже проблема, не будет стандарта. Вот. Есть просто книжка такая, Team Topologies, и вот там есть такая штука, как команды внедрения, Enabling Team. И вот можно попробовать руководству продать не на всю организацию, а так, чтобы вот эти security-чемпионы были в Enabling Team. И потом ходили по отделам, и через тех лидов доносили, вот как раз вот это вот масштабировали одинаково. Ну, да, я понял. И в общем и целом, наверное, я бы сейчас вот начал бы отвечать приблизительно так, как вы сказали. Просто вы сразу опираетесь на авторитетных людей. Я чуть-чуть… Да-да-да-да-да-да-да-да. Чуть попроще. Но, да, это масштабируемая вещь. Первое – это все-таки донести, ребята, у нас проблемы, ну, как обычно руководство доносит с инцидентов. Да, у нас там, там и там везде одинаковые. Люди не шарят знания. Ну, да, нам что нужно делать? Нам нужно здесь растить и некую точку, короче, которая их там, ну, либо контролирует, либо лидит и все такое. Да, и хороший пример – просто масштабировать и копировать темплейтами. Тык-тык-тык-тык-тык. И я прекрасно понимаю, что я сейчас говорю «труизм», да, и все это понятно, что приблизительно так и надо делать. В финтех, ну, что я там… К совету директоров пойду с этим. В конечном итоге, ну, в общем, комитеты по ИБ и вот это вот все в больших организациях плюс-минус существуют, да. И дальше вот это вот масштабирование, оно как бы туда должно идти. Я прекрасно понимаю, вот насколько сложен этот барьер. Но я просто сразу предустерегаю тех, кто хочет сделать секьюри-чемпиона в двух командах и больше ничего. Это будут просто как бы обсеки, которые там прикомандированы в конкретные команды. И все. И пока масштабирования не будет. Спасибо за этот вклад. Такой вопрос. Какие артефакты должен разжирать секьюри-чемпион? Потому что если он уйдет из команды, то все знания потеряются и как бы придется заново растить. То есть это должна быть документация или что? Вот это вообще классный вопрос. Да, я сейчас задумался. Артефакты, которые оставляет секьюри-чемпион. Ну, во-первых, они должны лежать в процессах и должны быть повторяемы. У нас опираются, я говорил не случайно про модель угроз, то есть это модель угроз, и описание архитектуры продукта на уровне для того, чтобы можно было выяснять риски в конкретном продукте, когда уходит один человек, эту документацию подхватывает другой человек. К сожалению, знания этого человека уходят с головой. Мозг пока не научились пересаживать, и не каждый на это согласен. Это раз. Второе. Ну, еще раз. Процессы, документирование, ну и, соответственно, как бы таски, как хорошие, так и плохие. Ну, то есть баги, связанные с безопасностью, они должны тоже иметь историю, видеться, и на них нужно, как бы, апеллировать. Вот. Ну, и, соответственно, ну, еще, что могу придумать, это, наверное, бэклог по безопасности, который, как бы, строится в команде. Ну, могу привести пример, что хорошо поработав над конкретным проектом, можно, там, ну, считай, за недельку создать бэклог, это на годик. То есть тут, как бы, человек уйдет, а еще будет много-много чего поработать. Еще. Еще одного. Коллеги, вы все ок, что мы уже там пересидели давно? Давайте еще два вопроса. Пиво уже у всех, наверное, нагрелось. Сейчас пойдем. Я все переживаю. Спасибо за доклад. Вопрос. Как можете оценить время подготовки секьюрити-чемпиона? Проект от проекта. Ну, я говорю, вот, шесть месяцев, я бы сказал бы, это прям вот очень оптимистичненько так. Потому что чемпион — это такой спрутик, который, в общем, видит все каналы изменений в конкретном проекте. Когда человек приходит новый, он много чего не видит, он много ничего не знает, он должен обрасти вот этим всем. Поэтому я и говорю, очень со скептисом отношусь на найм, непосредственно найм секьюрити-чемпиона, потому что каким бы он не пришел бы звездой, очень сложно как бы этот опыт сразу получить. Поэтому он будет, ну, не то чтобы даже учиться, он будет получать опыт и понимать, а как это сделано. Ну, термин исторически сложилось, в каждой команде есть, да, и вот, ну, никуда от него не деться. А исторически сложилось, он будет задавать вопрос, почему, да что ж, вы тут понаделали, да нужно сделать все наоборот, давайте все сломаем, мы сделаем заново. Ну, блин, классическая схема. Так что шесть месяцев — это хорошо, если. Да, так и год, и больше. Дмитрий, благодарю за доклад, в том числе и вчерашнюю сессию за эти два дня. Максимум полезной и ценной информации сообщили, за что благодарен, как, наверное, остальные коллеги. У меня следующий вопрос. В свете вот последних тезисов на этом докладе, которые осветили, что, безусловно, такого человека надо воспитывать в своей команде, искать его каким-то образом, прежде всего еще получать договоренность некоторую с топ-менеджментом, чтобы такую единицу и скилл в команде доставить. Но поделитесь своим все-таки опытом, либо, скажем так, предпосылками, как можно такой процесс организовать, включая, вот, например, даже security champion, я понимаю, что он в команде должен быть разработки, но если, например, технологическая команда фактически заказывает разработку какого-то программного обеспечения back-end, front-end, соответственно, сторонним разработчикам а у них, естественно, например, идет какой-то процесс аутстаффинга и прочего, и прочего. И в этом случае таких скиллов нету, но команда ИБ уже доросла до такого уровня, что проводят и пентесты, и проводим статический, динамический анализ кода, где это применимо, и находим большой пул, соответственно, уязвимости, отправляем это, как сказать, команде, которая занималась разработчиком, контрагентом на устранение, они в течение какого-то времени достраивают, бизнесу это с какой-то стороны, может быть, не нравится, что этот процесс идет, но конкретные факты, которые, например, выявили, например, пароли простые, 1, 2, 3, 4, 5, или, например, не захэшированные суммы, это все бизнесу показали в деньгах, на что может вылиться. Как в этом случае построить вот этот процесс, соответственно, вот этого лидера зарождения в команде? Я сейчас уточню немножко. Я правильно понимаю, у вас достаточно плотное взаимодействие с конкретным вот этим аутсорсингом, аутстаффингом, да? Да, верно. То есть вы очень хорошо знаете своих подрядчиков, и, в общем, не первый год с ними работаете, у вас пролонгация идет, договор. Да, но хотим более-более цепко туда погрузиться. Вот, вот, я бы вам посоветовал бы вот этот процесс попробовать, это, кстати, интересно, во-первых, засунуть в договорные отношения на уровне таком, что вот, пожалуйста, организуйте центр экспертизы, который вот по безопасности конкретно принимает конкретное, как бы, окно, прям принимает, все баги обрабатывает и нам отчитывается о причине их в основном. На их стороне, получается? Да, на их стороне. То есть вы на своей стороне их можете уже сами понимать, да, я понимаю, доросли, да, хорошо. Я посоветовал бы это сделать там, для того, чтобы после того, как они начнут понимать причины, они начнут поднимать свое качество, потому что вы же, наверное, там какие-нибудь штрафики-то вы выкатываете, да? Это уже вот в последних версиях, итерациях мы вот до этих пунктов дошли немножко, но вот как сейчас вы предложили, это более интересно даже, наверное. Вот. Ну, это как бы не серебряная пуля опять, да, может сработать, может не сработать. Ну и второе, что мог бы, наверное, предложить, это в такой схеме, ну, это прям, ну, не секьюри-чемпионы, это, наверное, там, архитекторы, ну, или там security-аналисты у вас внутри в команде по проектам, которые там с аутсорсингом. Но все-таки хочется, чтобы они поняли свои проблемы с точки зрения качества на их стороне. А вот это может помочь. Как мне кажется, не уверен, ну, здесь пробы и ошибки, мне кажется. Спасибо большое. Все, коллеги? Ну, тогда окончательно вы пережили по хедейс, тем более такой, когда есть последняя суббота. Всем большое спасибо. Спасибо всем. Я бы вот вам бы мерч отдал, и вам бы мерч отдал. Спасибо. Подходите, я сейчас сдам. Спасибо. Спасибо.